Себе больше задач в жизни, у них больше необходимости в жилплощади, больше необходимости в деньгах, больше необходимости в развитии, в одежде, в отношениях. Тогда они теряют себя, потому что всё это требует сильного напряжения и нацеленности в будущее. Человек должен ставить задачи принять то, что у него есть. Он должен ставить задачи увидеть настоящее, увидеть медленный рассвет, увидеть ручей, увидеть стадион рядом с домом, что-то увидеть, понимаете, такое, что даст спокойствие. Нужно жить настоящим, нужно заставить себя не бежать, нужно делать зарядку каждый день, нужна молитва, нужно делать то, что останавливает, иначе человек не может получать силы. Три стадии достижений тех, кто живёт в будущем. Первая стадия — это оптимизм, у нас всё получится, мы рождены, чтобы сказку сделать были. Вторая стадия — напряжение, устаю. Третья стадия — усталость. Четвёртая стадия — надлом. На какой стадии вы находитесь сейчас, живёте? Продиагносируйте себя. Знаете, это означает, живём в будущем, это значит, что мы счастье в будущем находится. Нужно его вернуть назад. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Счастье находится тогда, когда человек живёт. Вот если из вас кто-то сидит сейчас, думает, что дети не накормлены, что здесь делать. Значит, вы живёте в будущем, вы не получите лекцию. Или вы скорбите и думаете, «Конечно, это всё хорошо, у меня уже возраст». Вы живёте в прошлом, значит? Надо жить настоящим. Надо принять свою судьбу, принять свою жизнь. Надо стать самым удовлетворённым. Это означает получить силы. Это первое, чего не хватает человеку в этом мире — это силы. Нужно иметь эти силы. Когда человек получает силы, он получает спокойствие в сердце, то это спокойствие даёт ему возможность развития другого плана. Потому что в атмосфере спокойствия развивается разум. Что такое разум? Это сила, дающая возможность бросить вредную привычку, заставить себя что-то делать, принять правильный образ жизни, принять свою жену, принять необходимость работать там, где тяжело. Ну, то есть разум — это сила, дающая человеку возможность контролировать свою судьбу. Она только живёт, только в спокойном состоянии. Когда человек беспокоится, когда он напряжён, когда он суетится, в отчаянии, в депрессии, в страхе находится, разум не работает. Разум работает, когда человек принимает судьбу. Нужно заставить себя стать счастливым. Нужно наполнить себя правильной силой, правильной энергией. Для этого нужно также немножко шевелить мозгами. Например, праны не хватает. Мы живём в джунглях каменных. Это даёт свой отпечаток на пище. Если не хватает праны, в какой пище много праны? В сырой. Поэтому сырой пищи должно быть много в рационе. Много. Но если только одна сырая пища, наоборот, человек становится сначала сильно энергичным, потом напряжённым. И начинает тоже нервничать из-за этого. То есть нужен баланс. Морёная пища расслабляет человека, даёт ему энергию любви. Сырая пища даёт тонус, бодрость. В основном большинству людей сейчас не хватает бодрости. Они все усталые. Посмотрите в автобусе на людей. Все кислые. Это означает, что не хватает сырой пищи. Нужно есть больше салатов. Вы скажете, Олег Геннадьевич, денег много стоят салаты. Согласен. Поэтому я вам предлагаю уже такой на грани фола вариант. Такие варианты предлагают обычный мультиплай маркетинг. Они говорят о каких-то вещах, которые непонятно вообще, чуть-чуть такое. Я вам сейчас предложу выход один необычный, но хороший. У каждого человека в квартире, ну, я думаю, 3-4 подоконника. Так? Сделайте революционный процесс. Поставьте на эти подоконники, во весь подоконник цветочные клумбы. Поставьте туда цветочные клумбы. И есть один вид растения, который как раз для нас и нужен. Для нас он предназначен. Это вид растения. Интересно, он называется. Амарант. А, это санскритское слово вообще, амарант. Я когда узнал, я очень удивился. А означает отсутствие. Мара означает смерть. Амарант означает побеждающий смерть. Это такое растение, это сорняк. У вас здесь растет, везде растет, это в Новосибирске везде растет, просто есть разные сорта. Что такое амарант? Это такой сорняк, у которого хохолки такие, семена хохолками. Листья такие, ну, сорняк с хохолками, вот хохолки такие у него идут в разные стороны. И листья такие большие. Он также продается в семенах, то есть так, эти хохолки могут быть красными такими, белыми, большими, пушистыми такими. То есть он продается как цветы, тоже как цветы используется. Это растение крайне полезно для здоровья человека. Если этот амарант сажать в эти клумбы, он растет по-зверски. Ну, то есть он выходит и начинает просто тянуться вверх, к небу. Вот. Очень быстро растет. И вот такие вот где-то растения, вот такой длины, когда стебель очень мягкий, их надо срезать прямо, ну, вот оставляя чуть-чуть там, где твердо, срезать прямо полностью, класть в сковородку, заливать водой и тушить. И получается такое как бы, вот как, знаете, шпинат тушит. Вот, знаете, вот вкус один в один. Точно такой же. То есть этот амарант, это съедобное растение, оно очень много дает белковой силы. Его можно на блендере взбивать и делать зеленый такой напиток. Это то, что пьют сейчас очень много в Америке. Вот. Это зеленый вот этот напиток. Он дает как раз то, что надо. Понимаете, разные части растения, они действуют по-разному. Разные функции имеют. Например, цветки растения увеличивают гормональные функции и хорошо выводят из депрессии цветки растения и пыльца. Поэтому нужен мед, поэтому нужны вот эти цветки заваривать для того, чтобы улучшать работу гормональных функций, чтобы было спокойствие, гармония в жизни. Понимаете, корни растения нужны для того, чтобы лечить иммунитет. Они лечат также мужские половые функции. Например, мужское бесплодие корнями лечится. Свекла, морковь, сельдерей. Надо больше пищи применять и мужское бесплодие вылечивается. Вот стебли растения дают силу. Например, сельдерей, стебли в салат добавляют. Это укрепляет организм, дает силы, способность быть сильным, крепким. Нервную систему также лечат. А листья растений, листья, зелень, дают здоровье. Потому что зелень, она улучшает взаимодействие между всеми структурами организма, улучшает обмен веществ. Листья чем занимаются в дереве? Они как раз и занимаются обменом веществ. То есть они синтезируют вот это вот питательные вещества, чтобы потом давать дереву энергию. Понимаете, да? И они делают то же самое у нас в организме. Поэтому зелень является крайне необходимой пищей для человека, особенно который живет в городе, у которого не хватает этой энергии. И если... А зелень самая дорогая пища. Поэтому предлагаю легко решать вопрос. Если вы посадите на подоконниках вот эти штуки, они будут расти, вы постоянно будете срезать, можно в салат добавлять. Они по вкусу как шпинат, примерно такой же. Вот, амарант этот. И он самое главное, что в отличие от листа салата, он растет дальше. Если вы срезаете, он опять растет, срезаете, опять растет. Просто он чуть-чуть грубее становится. И в тот момент, когда он совсем грубым становится, надо его вырвать, посадить новое семечко. И опять там будет расти следующее. И удобряйте просто навозом. Находите где-то навоз корови. И он будет расти, расти, расти постоянно. Коровий навоз сложно найти, правда? Чуть-чуть у вас, новосибирский чуть-чуть отъехал, раз в месяц. Набрал ведро, поставил на балконе. Все. Зимой замерзнет он просто, и стоит потом. Вы берете, добавляете в землю, чуть-чуть достаточно. Лучше, конечно, чтобы он отстоялся, будет перегной. Ну, ладно. В общем, можно землю покупать в магазинах для цветов. Там уже все, перегной уже готов. Ну, то есть, зеленая пища, это пища, необходимая каждому человеку. Она нужна в целом для укрепления здоровья. Это общая укрепляющая пища, зелень именно. И в нашей культуре зелень в основном едят в виде свежих, в салатах. Я считаю, что это неправильно. То есть, я каждый день, я что делаю? У меня амаранта в огороде растет очень много, соседи думают, это конопля. Вот такие большие растения. Думает, наркоман улыбается все время. Вот, это амарант. Я им потом объяснить начал объяснять, ликбез им устроил. Когда они поднимаются, еще зелеными становятся, я срезаю их, тушу и просто в морозильник кладу, замораживаю. Потом размораживается вот этот уже тушеный амарант, и зелень эту можно каждый день есть. Я каждый день вместо тушеных овощей ем как раз вот эту зелень. Когда дома, очень сильно помогает для здоровья. Восстанавливаюсь капитально, особенно если у человека больная печень, поджелудочная железа, кишечник, желудок, это просто вообще подарок. Вот от тушеной зелени достаточно есть одной тушеной зелени, чтобы полностью вылечиться. Самое диетическое питание. Не надо ничего выдумывать, искать. Это самое диетическое питание. Сколько есть, сколько хотите, сколько нравится здесь размер человека зависит. Женщины обычно меньше едят, мужчины больше. Итак, женское бесплодие. Смотрите, несколько причин. Первая причина нарушения гормональных функций означает, едим овощи, особенно сырые. Берем просто тыкву, кабачок, как сырые и овощи есть. Берете вот эти тыкву, кабачок и просто на блендере взбиваете, вот, подслащиваете, и можно вот это, как напиток пить там, или чуть-чуть тушить, чуть-чуть прямо, тушите любой овощ, и он полусырым становится, и он будет давать вот силу гормональным функциям. Плюс зелень, плюс свежий воздух, земля и вода. Все гормональные функции восстанавливаются. Для женских восстановления гормональных функций еще нужны белые продукты. Это кунжут, это молоко, это кокос, авокадо. Вот эти белые продукты, они улучшают женский гормональный функций, связанный с венецинирой. Вот. Если у вас спайки, спайки означают застывшая энергия, означает, что там скопилась вот эта энергия застоя в организме. Это значит, аэробика, бег, гимнастика, движение, плюс посты. Когда человек постится, у него рассасываются спайки. Особенно пост первой половине дня, когда солнце восходит, и ты ничего не ешь, у тебя все рассасывается, не нужно. И еще в это время, если бегать там, заниматься гимнастикой, лучше женщинам с музыкой что-то делать. Любые упражнения с музыкой, они лучше для женской психики, чем просто вот напрягать себя, заставлять делать. Спайки рассасываются в результате движения, женщины. Движение нужно. Вот, если у вас просто все хорошо и нет сил, значит, тогда просто в свежий воздух. Ездить по воскресеньям, по выходным, двигаться в лесу, озеро, вода, там, зимой, летом, не имеет значения, лыжи там, коньки. Просто выходить и движение всей семьей гулять по свежему воздуху. Не сидеть там, замерзнете, будете болеть, простынете. Нужно движение, активное, активный образ жизни. Вам не скучно на лекции? Нормально? По женскому бесплодию какие у вас вопросы? Ничего не понятно. Кисты означают то же самое, движение, не хватает движения. Вообще, если вы хотите от меня помощи, то есть такой камень-змеевик. Вот насчет кист. Есть такой камень-змеевик, мы его исследуем много лет. Этот камень является чудом, природы. У него есть сила способствовать рассасыванию. Не то, что вы как бы змеевик поставили, все рассосется, ничего не делаете. Нет, надо помогать. Вот моя жена, она когда бегала, она еще змеевик носила. И у нее вот узел стал в два раза меньше за два месяца. Это очевидный факт. Вот, то есть как этот рекламная пауза? то есть вы можете связаться с нашим центром, это стоит недорого. То есть мы сделаем такой лечебный пояс, особенно вот кисты вот эти все, но и без здорового образа жизни он не поможет. Лечебный пояс надевается на пояс, и там пластины со змеевиком. У каждого человека свое число и свой цвет. Кому-то подходит темный звик, кому-то светлый, кому-то больше зеленого цвета, кому-то больше серого цвета. Мы индивидуально подбираем камень, число и высылаем вам, не надо к нам приезжать. Через неделю вы закажете, через неделю полторы вы получите этот пояс уже. Одеваете его и носите где-то по два часа два раза в день. и он начнет помогать рассасывать. Он сильно греет, жарко становится и плюс еще движение. И все восстанавливается, рассасывается ненужно. Ну, как бы силы природы надо помогать также в виде лечения. То есть можно камни допустим носить на себе. Это тоже помогает. Это уже вы можете узнать у нас на сайте torcunov.ru там бесплатная консультация, как мы вам можем помочь узнать. Теперь следующая тема. Еще есть по бесплодию вопрос? По-женскому. Замевшая беременность означает нехватка движения. Плод застыл, потому что ослаблен организм, вялый, там нет сил, нужна ходьба просто, опять свежий воздух, опять земля, вода, все. Это стопроцентная гарантия, что все восстановится. Нужно движение во время беременности, понимаете? женщина должна двигаться, и вот замершая беременность, замершая женщина, замершая беременность. все равно замершая беременность. Вот смотрите, если вы сами не смогли справиться, нужна помощь врачей. Мне нужен человек, я должен увидеть сейчас его, я вам скажу. Пойдите после лекции фотку покажите, я вам скажу, что нужно делать, что не хватает конкретно этому человеку. Все лечится. А? Как поститься, вы говорите полз я расскажу вам может быть завтра. Я не хочу сегодня перегружать вас в техническую информацию, это такая тяжелая тема. Давайте не за один день, иначе вы опухнете. Тут то же самое пояс плюс движение плюс бег. А? Танцы? Нет, просто бег. Рано утром просто взялась бегать по километру просто вокруг дома и плюс пояс носить. И плюс мясо не есть. К сожалению, мясо является стимулятором опухоли, роста любых опухолей. Тогда ходите. Начните потихоньку. Видите, у вас лишний вес, вам надо потихоньку разгоняться. Вы шустрые, наверное, сильнее, чем ваши возможности организм используете свой. А можно вопрос, смотрите, как сохранить жизнь ребенка после шов? У женщины? У женщины? Расходит и шов. Это значит, что матка перенапряжена, нужна вода, нужно ее в теплой воде женщину держать по 40 минут в день, не в горячей, в теплой. И расслабиться матка, не будет расходиться шов. Это от напряжения происходит, 100%. И плюс легкое, мягкое движение. Перенапряжение тоже идет от гиподинамии. Плюс земля, плюс воздух, то есть больше быть на свежем воздухе. гормоны, все гормоны женские это соединение двух стихий земли и воды. Иногда не хватает энергии земли, иногда энергии воды. Как определить? Если женщина сильно напряжена, не хватает энергии земли. Если она муникабельна, депрессивна, то есть у нее нет гармонии с окружающими людьми, обидчива, это значит, ей не хватает энергии воды. Просто по вот этим ощущениям определите, чего вам надо и дальше увеличивайте эту энергию в организме. Гармоны означают энергии. Пытайтесь это понять. Это просто лечить. Балансом со стихиями. нужно дружить со стихиями. Вам не хватает энергии воды. А это в ванной можно? Можно в ванной. Ванная это нормально. в ванной. Нет. Душ это уже другая энергия. Энергия воздуха. Тазик, ножки ставить, тазик, маленькая ванна. Тоже от тазика будет расслабляться тело. эрозия. означает много огня в организме. Нужно уменьшить специи, уменьшить гневливость. Нужно опять движение. То есть это тоже блок энергии. Нужно больше двигаться. Бассейн хорошо, если клорку переносите. Все, мои хорошие вопросы закончили. Следующая тема вирусной инфекции. Это серьезная тема. Не думайте, что это шуточки. Я недавно перенес вирусную инфекцию. Хоть я и лечусь. Хоть я и знаю, как ее лечить. Я перенес, потому что сделал небольшую ошибку. Я заболел вирусной инфекцией, почувствовал, что у меня есть вирус и сделал себе очень сильную нагрузку. Бегал очень холодный воздух. И потом сразу в самолет. Ну, то есть несколько стрессовых для организма факторов и вирус начал размножаться. То есть я ему дал возможность просто. Ну, вообще, в целом, это первый раз за год, когда я заболел простудой. Я вам сейчас расскажу, что такое вирус, как он действует и что он с нами делает. если вы чувствуете, что у вас слабость такая сильная и плюс ощущение, как будто бы чуть-чуть потеете, такое недомогание длится какое-то время, то это значит, что у вас вирусная инфекция. если у вас есть легкий насморк, першение в глазах и легкая тяжесть в голове, сильная повышенная раздражительность, это значит вирус уже в организме. Если вы тем более кашляете, чихаете, это 100% именно вирус в организме. Если вы чувствуете, что у вас недомогание плюс расстройство кишечника, это вирус в организме. Если чувствуете, что у вас недомогание плюс ломит кости, суставы, когда вы ложитесь спать, как будто тело немножко такое ломит, чуть спутанное сознание, теряется воля, ничего делать не хочется, это вирус в организме. Понимаете, вирусы в организме сейчас могут сидеть несколько месяцев. И постепенно они разрушают иммунитет, и люди потом дальше подвержены хроническим заболеваниям. Я думаю, что сейчас 30% людей в зале имеют вирусную инфекцию. В этом зале. То есть я говорю сейчас не о спорадических случаях, а частых. Теперь сам метод лечения, способ лечения не сложный вирусной инфекции. Не сложный. Просто надо это делать каждому человеку. Первое, что нужно понять, что большинство вирусов уничтожаются двумя деревьями. Сосна, елка. Как уничтожить вирус? Для того, чтобы его уничтожить, вам надо зайти на сайт торсунов.ру и посмотреть, как привязывать елку и сосну себе на руки, на ноги. Я не буду сейчас это подробно объяснять, там все подробно объяснено. потратьте 20 минут времени и прочитайте. На первой странице сайта у нас совершенно бесплатно, некоторые там в интернет меня критикуют, за 100 баксов вас торсунов полечит ветками сосны. Бесплатно. Гарантия. Ну, то есть заходить на сайт, там описано, как ветки на себя ставить. Это нужно делать, когда уже чувствуешь пошло. То есть глаза слезятся, нос першит, там все, симптомы тоже описаны на сайте. Дальше, теперь будем говорить не о том, как это все ставить на себя. Вот это, когда вы ветки на себя поставили, 4-5 дней до свидания вирус. Понимаете, в первый же день работоспособность сразу, температура спадает, насморка нет, то есть человек чувствует себя хорошо, но поносить надо подольше. Дальше, следующий метод, белый перец. Белый перец, 4 горошины 3 раза в день. Белый перец лечит вирусные инфекции. Большинство вирусных инфекций лечит белый перец. Следующий продукт, имбирь. Просто жевать перед едой. Каждый раз, когда кушать начинаете, сначала можно с медом смешать. С медом белый перец. Есть такой рецепт, можно так сделать. Куркума, специя смешивается с медом и с белым перцем. Еще сильнее будет эффект. Это профилактика. Можно каждый день зимой есть, чтобы не болеть вирусными инфекциями. Следующий продукт, имбирь. Имбирь также привязывается, как сосна. Берется бляшка имбиря и привязывается на руку, на ногу. Тоже лечится. Можно пить напиток имбирный, просто его резать и заваривать с ним воду. и получается вот этот имбирь, острый такой напиток, можно чуть-чуть лимона добавлять, тоже лечит вирусную инфекцию. Именно убивают вирусы эти растения. Иногда какие-то виды вирусов убиваются желтой горчицей. Можно горчицу в носки сыпать и спать с ней. Такой легкий горчичник будет. Именно рефлекторное воздействие идет. Я допустим не переношу сосну на руках. Я когда ставлю мне плохо становится, очень сильное воздействие идет. Представляете? Дерево когда на руке очень сильно действует на организм. Я ставлю сосну рядом с собой, набираю свежих веток сосны, ставлю в вазу с водой, они две недели спокойно стоят. И когда спать ложусь в изголовье ставлю и все и утром просыпаюсь уже все хорошо. то же самое можно ставить когда ты работаешь. Она повышает тонус работоспособность и убивает вирус в организме. Просто рядом находясь, дерево находится рядом, в организме вирус уничтожается. Такая сила. Не пихтовое масло, не сосновое масло, а именно дерево. Понимаете? Фотография жены жену не заменит. мы говорим сейчас о психическом воздействии, а не каких-то экстрактах, вытяжках. Некоторые думают, что если масло взять из сосны, эффект влияния на вирус будет десятки раз сильнее. Бред сивой кобылы. Десятки раз сильнее действует само дерево сосна. Самый сильный эффект я ощутил в Москве, это был переломный момент в моей болезни, когда у меня лекция была в Измайлово, там рядом парк есть, и мы там побегали в этом парке, и опять на холодном воздухе пробежался, и в тот момент, когда вирус активизировался от холода, я в этот момент встал рядом с сосной, там сосны растут, и простоял 20 минут. Вот это вот то, что происходит во время того, как человек стоит с деревом, это потрясающая вещь. У нас есть разные там психические каналы, и их как бы, они друг за другом, как матрешки находятся. Я просто их чувствую, эти каналы, когда я встал к сосне, я увидел, как дошло до нервной системы, именно нервную систему поражает вирус, то там все напряглось внутри, и эта энергия сосны пробила просто вот эти каналы все, и начала убивать просто вирусы у меня на глазах. Я прям чувствую, что вот их активность падает, я могу их чувствовать, эти вирусы. И это было потрясающе. 20 минут достаточно стоять рядом с сосной, вот прямо я прислонился и стоял, чтобы полностью поменялась картина лечения, то есть был переломный момент, то есть что произошло? Мой организм перешел в решительное наступление по отношению к вирусу, то есть вирус не был полностью уничтожен, но переломный ход событий переломался, вирус был задавлен, понимаете? Идет психическое воздействие от дерева на него. Такая сила. Представляете, если человек с туберкулезом, допустим, будет вставать, каждый день минут по 40 стоять возле вот так сосны, представляете, какая сила будет? Это капитальное лечение, капитальное лечение, я уверен просто. Она реже, понимаете, каждый штамм вируса там свои как бы особенности. Мы заметили, что гораздо реже ель подходит, чем сосна. Может быть в процентах 20 случаях разных штаммов вирусных инфекций. Но если у вас в наличии есть белый перец, имбирь и сосна, и плюс еще ель, то вы точно сможете выбрать из этого, что вам подойдет. Кедр тоже подойдет. Все хвойные деревья лечат вирусные инфекции. Просто я говорю вам наш опыт, сосна больше всего подходит. Белый перец и бель больше всего подходит. Иногда подходит горчица, иногда черный перец. Мы иногда используем, знаете, какой рецепт тоже очень сильный? 10 горошек белого перца, 10 горошек черного перца. Привязываем повязки на руки, на ноги. Вот такая сила тоже. Черный плюс белый перец очень сильно они разные штаммы берут вместе и уничтожают. Можно имбирь, сосну, черный белый перец вместе привязали. Только как привязывать у нас на сайте, посмотрите, чтобы вам точно... Это самое лучшее, потому что что-то из них подействует. Правильное мышление, чтобы времени терять. Очень хорошо выживает. Поднимите руку, кто вылечился этим методом от вирусных инфекций? Ну, давайте девушке сейчас узнаем, как она выжила. Микрофончик дайте. Ну, нужен какой-то опыт, чтобы вы поняли. На первый ряд. У нас есть фестиваль благость. Кто из вас был на фестивале благость? Поднимите. Хорошо. Вот на этом фестивале благость люди вместе тусуются там 700 человек две недели. В это время, когда так люди вместе находятся всегда, особенно на лекциях сидят вместе, они же дышат, и это всегда эндемичная ситуация для развития вирусных инфекций. И мы поэтому всегда там на фестивале у нас дежурный есть человек, любой человек может прийти в течение дня, ему привязывают сразу сосну, чуть-чуть хуже стало, и поэтому у нас люди там не ложатся с инфекцией, они сосной ходят, чувствуют себя хорошо и выздоравливают, понимаете, то есть это опыт многолетний уже, поэтому как бы у нас нет сомнений, что это очень сильно работает. Расскажите. Мы летом отдыхали на Алтае, это простыло, и не сможете подержать свою медицину, но мы чуть подальше и чуть погромче. насилие только ночь? В сутки где-то насилие, да? Или двое? Двое суток поносило, все прошло, плохо себя почувствовал, двое суток поносило, и все прошло. Все, так действует быстро. никаких осложнений, ничего. Еще кто вылечил? Ну, расскажите, мужчина, вот, расскажите, как вы вылечили. Ну, чтобы вы думали, что я тут вам не басни рассказываю. Я, на самом деле, только надо, чуть-чуть я помолил очень долго, где-то 10-по, ходил с вирусом, да? Да, и меня в жизни обнимал. Потом я помогу вот это ваше наставление. Вспомнили, через полтора месяца, да? Нормально, нормально, хотя бы не в гробу вспомнить. я пошел в лес, но нам здоровый букет елку поставил в каждой комнате, ну, и сам на ночи себе поставил. И у меня тоже сидите, вы за доме, и сам тоже поставил. Видите, все вот так работает. Вот вам конкретные примеры. Пожалуйста, будьте серьезны по отношению к вирусным инфекциям. Это серьезный бич. у меня есть один знакомый врач, которого лечил просто весь город, и он все равно оставил тело благополучно. Это вирусная инфекция. Ну, то есть, это сильная, большая штука, сильная очень штука, разрушающая жизнь. Будьте внимательны. Причина, почему я не мог ему помочь, потому что он уже запустил ситуацию. Он уже несколько месяцев болел, и тогда только ко мне обратился. Поэтому сразу, как только началось, сосна, елка, белый перец, имбирь, и все, и будьте здоровы. Да, вот в том-то и дело, что даже грудным детям, даже грудным детям, если любой вирус есть в организме, он будет или подавляться, или вылечиваться полностью, мы детские инфекции точно так же лечили вот этими методами. И то же самое делает змеевик. Змеевик на пояс тоже так же вылечивает вирусную инфекцию. А это то же самое, все одно и то же. Кашель значит вирус, значит вирус. Делайте то, что я вам сказал. Да? Не имеет значения. Пошло осложнение, значит вирус продолжает в организме оставаться. Надо все сделать, будет лучше. Не имеет значения на какой стадии. Делайте то, что вот написано инструкцией на сайте и все вам будет помогать. Дальше. А можно еще вопрос? Вот это дитя вирус, который ближе к простудным, у нас же на самом деле куча вирусов да, ближе к простудным. Но оно влияет на все вирусы. Например, на гепатит это уже не так будет сильно влиять. На туберкулез будет влиять достаточно сильно. Герпес тоже достаточно сильно будет влиять. Детские инфекции тоже достаточно сильно вирусные будут влиять. Но именно мы работали больше всего с простудой. Мы уверены в этом, что простудные именно респираторные вирусные инфекции очень сильное влияние. Очень сильное влияние. Понимаете, я перенес несколько тяжелых перелетов. То есть я реально вирус атаковал меня. То есть там и в горле был, и там все. То есть я нормально себя чувствую. Я перенес на ногах никакой температуры использовал все эти средства, о которых вам сказал. И прекрасно себя чувствую сейчас. Пояс из змеевика сделайте и забудете свою инфекцию. Вот пояс себе поставьте и забудете про свою герпетическую инфекцию. Потому что это хронический процесс. Эта инфекция лечится долго. А пояс если постоянно носить, месяцев пять поносили все, инфекции не будет. По поводу нуклеоза у ребенка он уже может нуклеоз и сосна достаточно. Сосна достаточно, по-моему. А по гепатиту, вы знаете, как ни странно, появилась такая информация, несколько случаев уже знаю, люди, ну, по крайней мере, нет в крови. Есть сейчас таблетки в Индии выпускают дешевле, чем в Германии. Они очень дорогие сами посе лекарства, я не буду называть какие, нельзя на лекции делать. Но есть лекарства от вирусного гепатита. В Германии дешевле в несколько раз, в Индии. И они точно так же полностью вылечивают этот вирусный гепатит. Я сначала слышал от врачей знакомых, а потом увидел результаты знакомых пациентов нету вируса, то есть они следуются просто убивают полностью. Это вот самый лучший способ классической медицины, как ни странно. Это самый лучший вариант. Ладно. Белый перец можно детям, да. Можно. Можно. Мед с медом. Дальше поехали. Следующий бич связан с перенапряжением в городе. С перенапряжением. Как бороться с перенапряжением? Бойтесь перенапряжением после работы. Потряслись в трамвае, поработали, пришли домой. Усталый. Усталый. знайте, что самое страшное произойдет позже. Потому что вам нужно снять это напряжение, прежде чем садиться за стол. Если вы не пойдете под душ, если вы не примете контакт с водой, если вы не расслабитесь, некоторым хорошо помогает просто прогуляться после работы на свежем воздухе. Лучше всего контрастный душ, горячая и холодная сразу после работы под душ минут на 15. Если вы не снимете с себя напряжение с помощью просто расслабления, то вас ждет неизбежное передание. Потому что если человек не снял с себя напряжение с помощью воды, ему придется его снять с помощью пищи. а если человек напряжение вечером снимает с помощью пищи, то первый совет. Если вы не можете не есть много, ешьте много тушеных овощей. Желательно, чтобы было мало масла и мало всех остальных специй, соли, просто тушеные овощи. Если не хватает тушеных овощей, гречневая каша, добавок. Если не хватает гречневой каши, гречку знаете как, можно замачивать на ночь, она становится вареной. Ну то есть ее потом разогреваешь и кушаешь все. Она разбухает полностью, как будто сварили за ночь. Не надо как семечки, гречку не всем это подходит. Вам можно. Как? Вот слушайте сейчас, слушайте меня, мои хорошие. Спасибо вам за этот вопрос, потому что один человек спросил, все остальные промолчали. Сейчас все объясню. Смотрите, самая главная проблема в чем заключается? В том, что когда человек на ночь поел тяжелой пищи, лег спать, психически вроде все нормально, расслабила, заснула. Что потом происходит? Вот эта вот пища, она не переваривается до конца, она в лучшем случае поднимается в горло, и утром вы просыпаетесь, в горле слизь, в носу слизь, гайморит хронически развивается, тяжесть в голове, головные боли, то есть в голову поднимается вот эта непереваренная энергия пищевая. Там и остатки пищевые, энергетические непереваренная. Это самый лучший вариант. Это приводит как раз к этим вирусным инфекциям. Основная причина вирусных инфекций это вечернее переедание, чтобы вы знали, мои хорошие. Потому что вирус начинает размножаться именно в горле, в котором находится вот эта непереваренная энергия пищевая. Когда вы утром просыпаетесь, это слизь это означает, что у вас не переварилась за ночь. Нет другой причины. Именно в это время начинает там вирус размножаться. Он размножается именно там, где есть непереваренная энергия пищевая. После ночной работы что делать? После ночной работы сначала надо лечь в ванну. Полежать в ванне и снять с себя напряжение. Потом можете покушать, потом лечь спать. Так как день солнце поднимается, у вас все будет перевариваться. Просто сон нормальный не будет. Вы выспитесь только на следующий день. Каждую ночь нельзя работать в ночную смену. Вы разрушите свое здоровье. Лучше вообще старайтесь уйти с этой работы ночной со временем. Давайте я буду продолжать. Итак, смотрите, самое страшное заключается в том, что при ежедневном переедании на ночь человек получает злокачественную опухоль. Потому что опухоли злокачественные растут ночью и растут за счет непереваренной пищи вот этой. как грибы после дождя. Понимаете, вот это самое страшное. Но если вы кушаете вечером тушеные овощи, которые растут над землей, это тыква, кабачок, патиссон, баклажан, допустим, можете есть гречку, если не наелись, ешьте орехи, то есть их можно чуть-чуть подварить, можно допустим в суп бросать орехи, с кипятком вместе орехи, они мягче становятся, они лучше усваиваются. Орехи это крайний случай вечером. Зелень очень хорошо подходит вечером, зелень, тушеная зелень, она белковая, вкусная, и она полезная, и она хорошо переваривается. А молочное уже нельзя вечером есть, только молоко можно с медом горячее, и то немного. и то не перед сном, а чуть пораньше, да? А ребенка можно грудного, и беременная женщина ночью может есть. Не смейте, сейчас расскажу. Есть люди, которые находятся под влиянием лунного цикла, а есть люди, которые находятся под влиянием солнечного. Дети до пяти лет, беременная женщина, кормящая женщина, находится под влиянием лунного цикла. Это значит, что они кушают, когда хотят, спят, когда хотят. В это время человек находится под влиянием луны, и поэтому он по другому графику живет, понимаете? У него лунное пищеварение, поэтому дети маленькие, они что в основном едят? Сладкое и молочное. Это лунные продукты. Понимаете, у них под цветом луны пища переваривается. поэтому они как бы не зависят от солнца. Поэтому они спят, когда хотят есть, когда хотят и ничего неплохого не будет. Но если ребенок болеет постоянно вирусными инфекциями, следите, чтобы на ночь не ел все равно. Значит, ослабленный организм. Молоко за сколько было на пищеварение? Ну, классически за два часа. Да, ну вот я как бы, у меня сильное пищеварение, я пью и спать ложусь. И мне нормально. Но не всем подходит такое. У некоторых слабое пищеварение. Меня молоко расслабляет конкретно. То есть, я молоко попью с медом и просто после лекции тяжелый труд психический. Олег Геннадьевич там, ну, знаете, да? Я уже поеду. Олег Геннадьевич еще один вопросик. Вот. И уже такой все. Вот. И потом молоко с медом просто очень сильно расслабляет и вырубаешься. Никакой слизи утром ничего. То есть, психика принимает этот продукт конкретный. Но некоторым, если поздно пить, у них слизь появляется. То есть, зависит от силы пищеварения. Я просто один раз в день ем, вечером только молоко и все. Поэтому огня хватает, чтобы переварить. если нет никакого, то подходит любое. Я в Москве порошок молочный разбавлял и пил. Ну, как бы надо выжить. И поэтому фрукты тоже нужны. Даже эти генноманифицированные. А что делать? Если нечего больше есть, без фруктов тоже не проживешь. Они оптимизируют организм, дают оптимизм человеку. Итак, мои хорошие, вечером можно кушать много, то, что легко переваривается. Запомните это. Но лучше много не кушать. Если вы не можете, вы хоть хотите знать, что у вас должна быть правильная пища. Я вам перечислил зелень тушеная, овощи над землей, которые растут не под землей. Дальше гречка, и такие орехи, как кешью, грецкие орехи, они успокаивают. А миндаль и фундук они тонизируют на ночь не очень хорошо. Кедровые тоже нормально, но они как бы тоже могут нарушить сон, в принципе. Смотрите по себе сами. Все разные люди. Мужчина, если сильно тяжело работал, может побольше поесть. Женщина дома сидела, может не обязательно вообще на ночь есть. Чем больше человек трудился, тем сильнее у него пища переваривается. Набегался весь день, голодный, как бы человек не должен голодный спать ложиться. Если он голодный ложится, еще хуже, он заснуть не может. То есть покушать надо, но только понятно, что нельзя зерно есть на ночь. Напрягать зерно это пища напрягающая психику. Мясо тем более ни в коем случае нельзя перед сном есть. Это главный канцероген. Все синтезироваться будут опухоли от мяса вечером. Молоко горячее за два часа до сна нормальной. Да? Давайте про мясо сейчас не будем говорить сегодня. Поговорим последнюю лекцию. Есть темы, которые трудно перевариваем. Сына на ночь. Итак, смотрите, если вы нашли рядом со своим домом дерево больше вас размерами, шире вас по размерам, и встав к этому дереву, вы чувствуете, что вас расслабляет, вас легко, не напрягает, не отталкивает это дерево, то это значит, что вы нашли себе один из самых лучших способов лечения. Я вам серьезно говорю, это капитальная просто сила. То есть, что делает дерево? Она прочищает тонкие каналы. Мне, чтобы прочистить тонкие каналы, нужно или день ничего не есть, поститься, я предлагаю вам варианты просто. Второй вариант, два часа йоги, каждое упражнение делается не меньше 20 минут, то есть, я не двигаюсь долго, в одном положении прочищаются каналы, проходит четыре стадии каналы должны пройти. Первая стадия затекает тело, потом жар в теле, потом мурашки, потом легкость. Когда легкость, значит прочистились тонкие каналы. Так вот, знаете, того же результата, который я достигаю за два за два часа упражнений достигается за 20 минут стояния возле дерева. Толще человека по размерам, неважно какое дерево, все деревья лечат. Стоять не надо обниматься, это не мужик, стоять надо спиной, встали вот так. И желайте всем счастья. Главная проблема это люди, которые проходят мимо. Не, ну, как бы обниматься это немножко, понимаете, у человека позвоночник это дерево жизни, ну, то есть дерево с деревом должно соединиться, понимаете, если вы обнимаетесь, вы, ну, не туда энергия идет, дерево, она должна идти в позвоночник, вдоль позвоночника энергия, очищение от позвоночника начинается в организме через дерево. Можно сесть, но лучше встать. Можно сесть. Ствол толще, да, да, толще человека, вот, чуть-чуть. Даже и тоньше можно, но только оно будет тонизировать. Тонкое дерево, оно напрягает немножко, а толстое, большое, оно будет расслаблять, очищать и давать силы. Если каждый день по 20 минут стоять, допустим, недельки-две, можно курс лечения пройти, вы можете избавиться от какого-то хронического заболевания. Нельзя сказать заранее от какого, потому что каждое дерево будет свои каналы тонкие прочищать. Оно не может все вылечить в организме, оно будет лечить что-то, ну, по крайней мере что-то оно вылечит. Если у вас оно вообще ничего не будет лечить, то вы стоять рядом с ним не сможете, потому что его энергия начнет вас напрягать. Вы будете чувствовать тяжесть во всем теле, напряжение, головную боль после этого, значит, не ваше дерево. Понятно? То есть надо найти то, которое не напрягает, вам легко становится, значит, вся энергия пошла в лечение этого дерева. Это мощнейшая методика, поверьте мне, мощнейшая методика, которая избавляет человека от тяжелейших заболеваний, бесплатно, абсолютно. Единственная трудность это люди, которые ходят вокруг, их надо переварить или просто глаза закрыть и не смотреть на него. Можно посадить, через сто лет примерно будет, оно уже готово для того, чтобы лечить вас. Значит, причины вирусных инфекций еще раз хочу перечислить, это вечернее питание, гиподинамия, депрессия и раздражительность, мучная и сладкая пища на ночь. Основные причины вирусных инфекций. Высокая эмоциональность это хорошо. Все женщины или эмоциональны, или высоко эмоциональны. И то, и другое это хорошо. Это придает жизни краски. Если все были как мужики, жить было бы неинтересно. А если мужчина эмоциональный, ничего страшного. Это значит, он дополняет эмоциональную жену. эмоциональность эмоциональность вирусных Ну, двигаемся дальше. Следующая тема мегаполиса это тема напряжения. Знаете, что мегаполис напрягает всех людей? То есть трамваи, автобусы, вибрации, отсутствие природы, высокие этажи, все это напрягает. Когда человек живет высоко над землей напрягается, камень напрягает, тряска в автобусе, в машине напрягает, компьютер напрягает, все, что не связано с природой, все напрягает. И если уж говорить о взрослых, о людях, то я вам говорил, как это напряжение снимать. Нужно контакт с водой увеличить, нужно увеличить контакт с сырой пищей и нужно бегать или заниматься движением обязательно, двигаться, больше двигаться. Когда человек двигается, он снимает себе напряжение. Но что касается детей, то проблема заключается в том, что дети очень чувствительны по своей природе, им очень нужна энергия природы детям. Заметили, что дети могут, допустим, на улице бегать мокрыми зимой и не заболевают. Они могут по лесу в воде купаться часами не заболевают. Они могут по лесу бегать часами не заболевают. Но если ребенок сидит дома и никуда не бегает, он точно заболевает. И причина заключается в том, что ребенок это не взрослый человек. Так как он растет, ему вот эта энергия природы нужна в колоссальных дозах. Поэтому дети рвутся на улицу. Мама, мама, я хочу гулять. Почему он хочет гулять, потому что ему задыхается, ему в доме очень тяжело, ему нужна природа, понимаете? Если нет природы, ребенка нет жизни. Теперь поймите, почему вот эти все аутизм, слабоумие, отсутствие речи у ребенка, напряжение сильное, ДЦП и все прочее, это означает нехватка природы. Только и всего. Попытайтесь это понять. главная причина. Не хватает энергии, которая даст человеку жизнь. Он напряжен, потому что он не адаптирован к городу, как мы. Это мы находим здесь себе возможность жить. Но дети, им много природы нужно. Много природы. Поэтому если у вас маленькие дети, вы должны заставить себя гулять хотя бы на улицу с ними ходить каждый день. Иначе они не будут здоровыми. Это 100%. Детям нужно движение и воздух. Движение и воздух. Нужна природа. Если у вас дети сильно замкнутые, не могут учиться, не могут сосредоточиться, они плохо соображают, у них плохая память, плохо разговаривают начинают, это все одна и та же причина напряжения внутреннего. Ребенка может расслабить вода, свежий воздух и движение. И те же самые деревья, но ребенок не будет стоять возле дерева, он подвижное существо, он не может вообще нигде встать, даже на одну минуту, ему надо постоянно двигаться. Нормально. И еще насчет детей. Бытует мнение, что ребенок должен кушать то, что и все. Это иллюзия. Дети маленькие, у них три вида пищи всего. Это сладкое, мучное и молочное. Запомните. Именно этого они и просят постоянно. Эта пища дает рост человеку. Чем взрослее ребенок, тем меньше ему нужна эта пища. Чем больше маленький ребенок, совсем маленький, только одно молоко, потом подключается мучное и сладкое. И ребенку также нужны сладкие фрукты. Не все фрукты, а сладкие фрукты. Бананы, яблоки сладкие, груши, сухофрукты, да. Лучше вместо конфет мед делайте. Давайте им просто сладкий вкус. Приучайте к сладкому вкусу, а не конфетам. Рис с молоком, значит, ему надо рис с молоком, если он просит. вот если мужик просит женщину, значит, ему надо женщину. Если ребенок просит рис с молоком, значит, ему надо рис с молоком. а вообще молочные каши. Если все вместе, молоко, рис плюс сахар, самый лучший вариант для ребенка. И еще меда добавить. Ребенок сам знает, что ему надо, просто послушайте его. Вам скажет, что он любит, это значит, ему и надо больше есть, он будет от этого расти. До 12, 10, 12 лет. Потом уже переходит на солнечный ритм жизни и на больше на обычное питание, как взрослый ребенок переходит. Но все равно сладкий вкус до 15, 16 лет остается достаточно выраженным. Все равно.